Проверяю склады СССР везде. Привычка. Привычка вторая натура. Гелиос. Вот гелиосы. Это крутые турельки. Может мы их и поставим. И вот эту штуку можно вторую. Единорог поставить. Кстати, она, я видел где-то за 100 тысяч продавалась. Здесь за 42 тысячи. Это интересно. Очень интересно. Ставить её или не ставить, не знаю. А, и у нас даже есть. А, ну, у нас он всегда был. Буффало Марк 2. На 50% манёвренность повышает. Очень интересно. Вообще, манёвренность хороша для прицеливания из главных орудий. Главного калибра. Давайте купим. А то, что мы постоянно летаем и ничего не покупаем. А вот бомбарда. Да, вот бомбарда мы купили. И единорог мы купили. В общем, и Кафе Найи, и Старая Империя. База готова и ждёт указаний. Причём аналогичные разработки. 400 урона и 600 урона. Ну вот, что у наших главных орудий есть. О, красивая станция. Ой, Вэй, кого видят мои старые глаза? Ласточка, деточка, ты не забыла про старика? А что за молодой человек с тобой? Ты вышла замуж? Ну, конечно. Вэй? Какая Вэй? Её зовут Вэй? Ой. Нет, это просто мой друг и компаньон. Был бы я лет на 40 моложе, а ты отчаянно близорукой. Уж я бы постарался стать для тебя больше, чем просто другом. Ну, блин, меня писят такие старики. Ничего не понимающие разжигают в тебе какие-то чувства, а потом оказывается, что девушке ты всё равно не нравишься. Ненавижу их. Вот этих вот часовщиков. Опять ты со своими шуточками моешь. Ха-ха-ха. Да, блин. Вот именно так. Шуточки. А что остаётся одинокому, заброшенному старику, кроме юмора? Вы ведь тоже поделывали на чашечку чая? И на чашечку чая я тоже бы не против. Кстати, у меня чай закончился. Наверное, на паузу поставлю и пойду чай себе сделаю. Ну, чуть позже. Ммм... Паузу поставил. Паузу поставил. И более ни слова. После сюда все мои запросы триаде доигнорировала. Сейчас станция, куда направлялся мой караван, единственный источник информации. Так мы ещё и на триаду работали. Ну, неудивительно. Это не очень приятные люди. Бета Лев Тера-1, как же, как же. Сейчас эта система под контролем ВКС. Странно, я ничего не слышал. Ой, молодой человек, поживётесь моё, насмотритесь на то, что действительно странно. А в этом странно, таки да, нет ничего. Империи не нужна Бета Лев Тера-1. Ей нужен весь комплекс систем Бета Лев Тера. Поэтому они спокойно захватывают ключевую систему, ставят там серьёзный гарнизон и связывают обе другие. Подталкивают триаду к правильной мысли отдать в обмен на своих людей Бета Лев Тера-2 и 3. Это хохма, поверьте, стара как мир. Очень интересно. А, ну, да, типа того. То есть, я так понял, ключевая система, это та система, из которой есть выход в другие системы этого скопления. И, получается, они захватывают её. И те люди, которые в ещё захваченной триадой системах, в захваченных триадой системах находятся, они, как бы, ну, не могут связаться со своими. И вообще, то есть, они в обречённом положении, как бы. И, несмотря на то, что ВКС тоже не может захватить остальные две системы, но они надеются, что те, типа, отдадут им систему в обмен на эвакуацию всех людей, которые находятся, триадовцы. И, получается, что ВКС в полном выигрыше. Ну, вот так вот. Это такая хитрая стратегия. Но стара как мир, как он сказал. Как же туда теперь попасть? Я могу посодействовать. Нет за маленьких. Дешевт, конечно, но контора гарантирует. Есть у меня один флотской, который проиграл здесь, как последний босяк. И теперь снабжает меня в качестве компенсации полезной информацией. Маршруты, патрулирование, расположение войск и так далее. За смешную сумму в 25 тысяч кредиток я не только передам вам эти данные, но и поговорю со своим знакомым, чтобы вас пропустили без лишних вопросов. Ну, давайте согласимся. Как говорится, если хочешь жить, умей делиться. Вот как говорится. Ой, вей, ласточка, деточка, прими совет старика. Бери этого молодого человека и тащи под венец. Если надо, то напои его до бессознательного состояния. Но жени на себе. Молодой человек, а ведь всего лишь вас проверял. А, я ведь всего лишь вас проверял. Я не стану брать деньги с друзей моей дорогой ласточки. Я загружаю на ваш компьютер данные о патрулях и расположении подразделений ВКС. Мой совет, обходите их стороной. Этим воякам приказано сначала стрелять, а потом разбираться. У портала, с которого вы выйдете, найдете имперцев. Скажите им, что часовщик уладил их дела, и они снова могут сойти на берег. К сожалению, это все, чем я могу помочь на данный момент. Спасибо большое тебе, Мойша. А я еще загляну, выпьем чаю, поболтаем. Боюсь, деточка, тут ты меня уже не застанешь. Я сворачиваю все свои дела, поищу спокойное тихое местечко где-нибудь в захудалой гражданной системе. Как, почему? Я думал, во время войны твои услуги будут весьма востребованными. Они слишком востребованы, и как раз во время войны появляется немало людей, которые хотят, чтобы я эти услуги не оказывал в стороне противника. Раньше я воспринимался просто как сборщик информации, а теперь все смотрят на меня как на потенциальный источник утечки важных данных. Ну, это обратная сторона медали, а что ты хотел? Они слишком востребованы... Ну, да. Сама понимаешь, деточка, с таким диагнозом долго не проживешь. Очень жаль это слышать. А мне уж как жаль. Можешь поверить, как бы то ни было, прими совет старика, не суйтесь в бета Левтера. Это хорошо расставленная ловушка ВКС. Но если попадетесь медным мубам, отправьте мне весточку. Думаю, я смогу вытащить вас обоих. Прощай, ласточка, может и еще свидимся. Хорошо, что ты согласился. Чувствую, нам пригодятся любые данные. Странно вообще, что... Там, где наш караван был, теперь вот такие вот... Интересные вещи происходят. Ух, пролок! И вообще, нам нужно переходить на более совершенные истребители и на... Все остальное более совершенное. Но у нас нету ни денег, ни оборудования, чтобы эти истребители оснащать. Принято к исполнению. Принято к исполнению. А что там за бета-лифтера? Да, вот эта, короче, штука, она... Бета-лифтера. Странные пометки тут на карте. А, или это просвечиваются эти пометки. Да, эта станция просвечивается через карту. То, я думал, на самой карте пометки. Да, вот... Непонятно. Она вроде бы красненькая. Но там, пойди, ВКС-овцы. Триаду захватили. Отряда у нее системы рассеянные. Это и в минус, я думаю, пойдет. То есть, все нормальные там. А, ну, все кучкуют свои системы. Отряда как-то отхватила. Кусочек там, кусочек там. И в итоге... У них нету сплоченной силы, сплоченной торговли, что ли, между друг другом. Между ихними секторами. Получено сообщение. Ну, попробуем. Надеюсь, нам дадут сказать хоть что-то. Ага, вот и гости пожаловали. Не зря, парни, мы тут вакуум избивали. Все внимание, повышенная боевая готовность. Корабля нарушителям советую приготовиться к сдаче. Послушайте, офицер. Нам не нужны неприятности. Я не знаю, что тут происходит и знать не хочу. Но какое-то время назад тут пропал караван моих кораблей вместе с грузом. И теперь я разыскиваю своих людей. Ах, как это трогательно. Большой папочка в поисках своих заблудших детишек готов залезть в угол волков. И мы даже готовы поверить в такую... Мы даже готовы поверить в такую самоотверженность. Не бесплатно, конечно. Нам до чертиков надоело топтаться у этого портала. И мы бы были не против устроить себе небольшой отпуск. Потратил, скажем, тысяч пятьдесят. Вот только где нам взять щедрого мецената? Намеку су... Улавливаешь? Ну да, блин. Это... Ненавижу коррупцию. Извините, если напугал. Да. Ненавижу коррупцию. Конечно, я даже знаю такого доброго человека. Его все называют часовщик. И говорят, он всегда рад помочь людям служивым оттянуться на полную катушку. Проклятие, что тебя связывает с часовщиком? Его обещание уладить ваши проблемы взамен на наш беспрепятственный проход в эту систему. Уладить? Да он сам нас с них и впутал. Разбирайтесь со всем этим без меня. Так, я могу лететь дальше по своим делам? О, космос! Из-за проклятых карточных долгов мы вынуждены безвылазно торчать в этой дыре, иначе нам перережут глотки. Но если часовщик все уладит, хорошо, можешь пролетать. Мы тебя не видели, никто о тебе ничего не знает. Но запомни, выяснится, что ты наврал насчет часовщика, и эта система станет тебе могилой. Ясно? Все, проваливай. Куда дальше, компаньон? Задача выполнена. Давайте-ка сохраним на шестерочку, например. Станция Триады. Мои корабли подверглись атаке как раз возле нее. И есть шанс, что люди успели эвакуироваться. Ну чего еще? Только за груз вывезли. Понятия не имею. Какая-то электроника, все вполне легально, да и платили неплохо. Сами контейнеры были опечатаны, мы в них не заглядывали. Наверняка Триада опять украла у кого-то технологии. Если так, то список атаковавших может оказаться очень большим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...